телеканал крт представляет касательно сарасят это очень ласковое название бы даже сказал для этой группы влияние внутри украины как по мне это не знаю агенты внешнего влияния это враги отечества почему я это мое субъективное мнение именно это право полное эти люди работают не на интересы государства и народа украины эти люди работают на интересы внешних вкладчиков и финансово спекулятивного капитала соответственно они настолько прошиты в своих взглядах что вряд ли на них что-то может повлиять это люди выходцы воспитанники грантовых организаций им пропагандировалась неолиберальная модель тот же ссора занимается повсеместно пропагандой неолиберализма особенно открытого общества от его фонды открытого общества в украине во всех стран они с 87 года если не ошибаюсь очень плотно работают на постсоветском пространстве тогда еще советском потом уже постсоветском пространстве и пропагандируют уничтожение коллективной идентичности полная уничтожение религиозной идентичности вам ребята не нужна религия у каждого свой бог уничтожение национальной идентичности нету нации нету народов есть открытое космополитическое общество Уничтожение культурной идентичности, стираются границы культуры, вы забываете, вы входите в общемировую культуру Уничтожение гендерной идентичности, пропаганда гомосексуализма, однополных браков и уничтожение классовой идентичности То есть мы не принадлежим классам Все это делается для чего? Для того, чтобы не допустить сплочения общества вокруг какой-то одной идеи и восстания против класса угнетенных То есть это такая целенаправленная работа на ментальном уровне для неоколонизационной политики, того же финансово-спекулятивного капитала Они когда занимаются колонизацией Украины, они заходят со стороны экономики, военной стороны, ну и конечно же ментальной стороны Уничтожают нашу общность, идентичность и таким образом захватывают нас в единое пространство И потом мы становимся просто сырьевым придатком, которому объясняют, что есть более правильные страны, правильные народы Вы менее правильный народ, поэтому вы должны делать так Эти люди, соросят эти условные, они являются условным полупроводником этих идей в нашем обществе Они пытаются под благими намерениями скрыть проникновение в нашу страну Они пропагандируя открытое общество, условно говоря, дом без дверей и окон и забора Мне вот интересно, они хотели бы жить в таком доме, когда идет разгул бандитизм? Вот мне интересно, снесли бы ли они забор, стены и жили бы Пустили бы ли они все в дом всех, кто захотел бы туда войти и воспользоваться не только удобствами, но и его семьей, либо родственниками? Вряд ли, но почему-то для страны они это пропагандируют Это говорит о том, что эти люди не ассоциируют себя с государством Украины и с народом Украины Поэтому необходимо провести национализацию элит в хорошем смысле Не в плане, что должны националисты прийти к власти Потому что у нас националисты это опять-таки псевдо-национализм У нас он основывается только на какой-то пещерной русофобии Хотя националист должен основываться на построении собственной страны И, условно говоря, чтобы сделать ее сильной Но у нас националистам это неведомо, у них есть методички У нас не в чате, как любит Украину, у нас в чате, как любит Украину Именно, именно Не может национальная идея Украины основываться только на антироссии Тогда мы не являемся государством Национальная идея должна основываться на построении сильной страны здесь и сейчас А не против кого-то и где-то там Поэтому национализация элит Это приход к власти политической элиты Людей, класса, который ассоциирует себя с этим государством и с этим народом Который не хранит деньги за рубежом У которых дети здесь учатся, никуда не выезжают У которых нету во Франции домика и жены А он здесь работает генпрокурором Условно говоря, человек приехал на заработки, потом уехал и все в порядке Вы же заметите, никакой политической ответственности Пока это все будет, всякие соросята, не знаю, там, ротшильделята И прочих, как их можно называть Они будут здесь, причем не трудиться, они будут здесь зарабатывать деньги Да, потому что Украина, мы все помним, это очень много страны И тут каждый человек найдет себе, как заработать много миллионов Но желательно, чтобы нечестным трудом Да Вот Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому